Приветствую вас! Я бы хотел, ну, наверное, начать с того, что... с того, чтобы честно вам признаться в некоторых ограничениях, которые имеются у психологов. То есть, психологи, если это психологи, не работают с вопросами заболеваний. То есть, если вам психотерапевт, к примеру, если вам психотерапевт назначат психологические консультации, допустим, то есть, ну, порекомендуют вам работу с психологом, то в этом случае, конечно, да, в этом случае, безусловно, можно и нужно работать вам с психологом. В этом случае, безусловно. В остальном... В остальном... Ну, вы знаете... мне кажется, что проблема, описываемая вами, она лечит... где-то вот в... условно, где-то в плоскости, все-таки, больше, наверное, психологии страхов, нежели чем психиатрией. Хотя, безусловно, я могу ошибаться, потому что, ну, а вас ничего не известно практически. Вот. Значит, во-первых, первый вопрос. Почему вы перестали причинять лечение у психотерапевта, и какое, собственно, было лечение? Это первое. Второе. Эээ... книги... Эээ... Курбатова, да, это... никак и никак не... лечение болезни психологической, психической, то есть, простите. Эээ... книга Курбатова, это... помощь людям... помощь людям, вот, непосредственно, психологически, но не еще психиатрическо. Вот. Эээ... Дальше. Выкарабкивалась сама. Непонятно, из чего вы выкарабкивались сами. Вот. Стало намного легче. Наступила, как я считаю, ремисс. Специально, потому что занялись самолечением. Самым, наверное, страшным. Чем может заняться человек. Эээ... Вот сегодня наступил, эээ, снова отказ, которому я поддала поляру в интернет, начисалась опять всего. А зачем? 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 Зачем... vraiment? Да. То есть, вы говорите, что... Вы говорите, что... У вас ремиссия. Вы утверждаете, что вот... Ремиссия. Вот. Но при этом, при этом, при том, что вы утверждаете, что у вас ремиссия, вы все равно испытываете потребности лезть в интернет и что-то там делать, да, то есть, читать, например, про своё заболевание, читать про какие-то ещё, наверное, вещи, то есть, как-то это не похоже на ремисс, понимаете, как только навязчивые мысли, вот вы пишите, что, да, у меня страх шизофрении, а почему вы боитесь именно шизофрения, чем она для вас страшна? Знаете, мне кажется, что именно здесь, именно в этом контексте, именно в данном контексте можно говорить о том, что вам она для чего-то нужна, то есть, можно говорить о том, что вы боитесь её, ну, не просто так, вот, можно говорить о том, что вы боитесь шизофрении, ну, потому что есть как бы на то основание, есть к тому основание. Другой вопрос, какие? Вот. Причём основание не заболеть шизофренией, этого я не знаю, а основание хотеть шизофрении, вот. Дальше, ну, значит, ну, по УКР вам должна была быть назначена психотерапия, в том числе и медведь, медикаментозная, вот тут, опять же, почему-то ничего этого нет. Значит, дело в том, что, когда я перестал ходить к психотерапевту, то бывало, что в стрессовой ситуации, когда я не могла разобраться в себе, в себе приходил какой-то страх новый, да, да, тут у вас какие-то страхи, неуверенности и так далее. Вот скажите, а на сессии, знаете ли вы, что такое страх? Как это вообще работает? Почему? Некоторые люди боятся одного, а другие люди боятся другого. Вот с чем это связано? И почему страх, если у каждого из нас вообще абсолютно какой-то? Дальше, я мысленно представлял диалог между собой психотерапевтом, то есть задавал ему вопросы и представлял, что он мне отвечает, и то-то. Таким образом, как-то получалось расстояние по полочкам в голове. То есть, по сути, вы сами себе всё объясняли, по сути, у вас есть все для этого ресурсы, ресурсы, да? Вот как-то вы за 5 сеансов уловили 100 минут их терапевт сказать. К сожалению, это, ну, очень объединённая позиция, и, к сожалению, этого очень мало. Дальше, на меня стало, так, так, сейчас, секундочку. Разобраться в проблем, никаких голосов я не слышу, всё понимаю, всё это представляет, что это в голове только. А, были ли голоса? Почему вы об этом написали? Меня стало беспокоить это в пределах нормы для патолога. Нет, в пределах нормы, там всё, это не голоса. У нас у всех, кстати говоря, у нас у всех звучат голоса, в голове это нормально. То есть, вам, у вас, вот, можно научиться взаимодействовать с голосами, да? С помощью интернетактного анализа, и вообще тогда, голоса, голоса станут вашими друзьями. А, может ли это перерасти в шизофриню? Нет, не может. Там ещё, шизофриня либо есть, либо нет её. Вот, таким, или таким способом, может пытаться решить проблему, так у меня нет возможности ходить к психотерапевту. Да, и вас могут пытаться решить эту проблему. Очень страшно ли опять идти на научную консультацию? А, нет, научную консультацию вам идти не обязательно, Анастасия. Вот, поработать здесь, на ресурсе, очень-очень важно, потому что проблема у вас есть, хотя бы проблема страха. Проблема ваших страхов, она существует, от неё, к сожалению, никуда вы не делитесь, от неё, к сожалению, вы никуда не пришли. Это большая проблема, ну, для вас, как мне кажется. Вот, поэтому, соответственно, можно говорить здесь о том, что, может быть, в психотерапевте вы уже не нуждаетесь, хотя это, опять же, лучше оставить на усмотрение специалиста. Вот, вы не нуждаетесь в психотерапевте, но нуждаетесь в совершенно очевидной, а нуждаетесь в психолога. Вот, это точно. Вот, ну, и это будет дешевле, дешевле, чем идти на научную консультацию. Вот, опять же, давайте определим, что такое норма, что такое патология, да? Ну, просто, просто, чтобы, вот, просто, чтобы было понятно для вас, да? Норма – это когда человек, любой человек, в том числе и вы, способен управлять собой. Управлять собой, управлять своими чувствами, управлять своими желаниями, управлять тем, что он делает. Это норма. Это норма. Если человек, если человек, значит, что-то делает, но он это делает, условно говоря, не по своему желанию. То есть, хочет он или хочет, он это делает, хочет, он хочет – делает, и не хочет – не делает. Вот. Если это так, то, к сожалению, я могу совершенно точно вам сказать, что это патология. То есть, патология – всё, что не поддаётся контролю человека. К сожалению. К большому сожалению. Вот. Понимаете, да? О чём идет речь? Что дальше? Вот. То есть, патология, патология, вот она, как бы это, ну, у патологии есть свои причины, у патологии есть свои признаки. Вот. До тех пор, пока вы это контролируете, до тех пор, пока вы знаете, что вы хотите, до тех пор, пока вы знаете, чего вы хотите, да? Вот. До тех пор. Я думаю, что это ни в коем случае не патология. Вот. Вот так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!